Мам, вот это будет наша девушка. Хорошо, давай. Что еще у нас? В выборе профессии Елена Калмыкова никогда не сомневалась. Будучи самой старшей в семье, она с детства ладила с малышами. Девушку часто просили посидеть с соседскими ребятишками, поэтому Елена точно знала, что по окончанию школы пойдет педагогический. Начала я ее, наверное, с четвертого курса института. Как раз у нас была летняя практика. Я устроилась в детский сад в городе Новочеркасске, это Ростовская область, я оттуда родом. Отработав, вернее, пройдя практику всего лишь месяц в июле, заведующая попросила остаться на работу, на основную работу сразу воспитателем. С тех пор прошло 12 лет. Восемь из них Елена живет и работает в Видном. Все это время неизменно трудится в детском саду «Радуга». Делится, что ее здесь устраивает абсолютно все. Понимающее начальство, дружный коллектив, хорошие дети и простор для творчества. Женщина не из тех, кто сидит на месте. Постоянно придумывает и реализует со своими воспитанниками акции, конкурсы, развлекательные мероприятия. Елена Сергеевна очень добрый человек, наверное, воспитатель не может быть иным. Она всегда полна идей, она очень творческая, она реализует множество проектов интереснейших, очень хорошо контактирует с родителями, но и дети ее любят. И хочется отметить, что она прекрасно работает с любым возрастом детей, от малышей и до подготовительной группы. Ну, наверное, это потому, что она их действительно очень любит. Действительно, в этом и есть секрет успеха Елены Калмыковой – любовь к детям. Она у нее была всегда, и этого чувства у женщины хватает на всех ребятишек. Сейчас наша героиня ведет особенную группу. Здесь обучаются и малыши с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Знания, умения – это все можно пойти в любое учреждение, получить, выучиться. Но не каждый, получивший образование, может работать в этой профессии. Это должна быть только огромная любовь к детям. Это должна быть огромная самоотдача, самоотверженность своей профессии. Конечно, поддержка коллектива немаловажную роль играет. Конечно же, помощь родителей со стороны родителей тоже дает свои положительные результаты. А ребята таким людям отвечают взаимностью. Подарок на День воспитателя малыши подготовили для своей любимой Елены Сергеевны стихотворение. Воспитывать чужих детей не каждому дано, что нет профессии важнее, известным всем давно. Бегут детишки в детстве и знают, что их ждут. Забота, радость, добрый взгляд, комфорт, тепло, уют. Свой профессиональный праздник Елена и ее коллеги встречают на боевом посту. День воспитателя в России традиционно отмечается 27 сентября. Желаю всем творческих идей, конечно же, здоровья. Я желаю всем креатива в нашей профессии. Я желаю всем идти в ногу со временем, потому что сейчас очень много инноваций, инноваций вообще в системе образования. Ну и любить, конечно же, любить детей. Коллектив телеканала Видное ТВ присоединяется к пожеланиям и выражает благодарность воспитателям и всем дошкольным работникам за их труд. Юлия Погасенко, Лилованов, Ольга Садовская, Видное ТВ.